Всем привет! Так как я решил вести арт-блог на ютубе, я попросила своих подписчиков задать мне какие-то вопросы, нагидать темы для болтований под спидпейнт. И сегодня мы поговорим на тему выгорания. Думаю, что с этим сталкивался буквально каждый художник и в принципе человек, который занимается любимым делом. Сначала у тебя есть куча вдохновения, ты тратишь очень много времени на рисунке, потому что тебе в принципе доставляет удовольствие этот процесс. А потом ты замечаешь, что у тебя то одно не получается, то второе, а потом ты в принципе не видишь, где тут ошибка, но понимаешь, что что-то не так. И вот это вот все наслаивается, и ты ловишь жесткий арт-блог и выгораешь на долгие месяцы. У кого как, конечно, но у меня обычно бывает именно на месяцы, особенно раньше. Но сейчас я научилась более-менее с этим справляться, но хотя бы не доводить до той стадии, когда ты выгораешь на очень долгое время. И первое, что влияет на выгорание, это перенасыщение. То есть не тратьте очень много времени на рисование, именно когда вы чувствуете, что уже устали, голова ваша устала. Но в то же время вы хотите скорее закончить арт, чтобы увидеть уже результат, потому что вам в принципе нравится, что и как получается. Так вот, так делать не нужно. Все равно давайте себе отдохнуть, давайте отдохнуть в своей голове, потому что художник рисует именно головой, не забывайте об этом. Рука это только инструмент. Второе, что влияет на выгорание, это ваш скилл и в принципе опыт. Конечно же, новичку будет очень сложно сохранять усидчивость, потому что он видит то, что старается делать, вкладывает силы, но у него что-то не получается. И поэтому он не хочет дальше продолжать, конечно же. Он забрасывает это дело, пока у него не появится снова желание продолжить. В таком случае я советую вам реально подождать время и прийти к этому делу, когда у вас будет желание. То есть, в принципе, к любому делу можно отнести этот пункт. У вас что-то получается только, когда вам нравится то, что вы делаете. Или вы в принципе понимаете. А чтобы понимать, то уже должно хоть чуть-чуть нравиться занятие. Но этот совет не подходит для тех, кто рисует уже не для себя, а на заказ. То есть, вам уже заплатили и вы должны отрисовать арт, но вдруг у вас случается арт-блог, ничего не получается, не хочется, нет вдохновения и так далее. Поэтому мы переходим к третьему пункту. Это вдохновлять себя. То есть, окружить себя тем, что вам нравится, что вас вдохновляет. Это могут быть художники, могут быть видео про художников, могут быть всякие спидпейнты и стили авторов, которые вам нравятся. Этот совет дала мне одна моя подруга, которая тоже рисует, тоже она художник. И, видимо, у нее это работает и тоже помогло мне. Поэтому я советую и вам. Сейчас я объясню, как это работает. Так мы прокачиваем свою насмотренность, то есть свои глаза. Нужно смотреть на художников, которые именно скиллом выше вас. И хотя бы на уровне. Потому что, когда вы смотрите на то, что ниже вашего уровня, глаз все равно цепляется, мозг пытается на этом учиться, запоминает. И потом вы просто не понимаете, как рисовать дальше. То есть, вы покрываете свою информацию, которая у вас в голове, о том, как правильно рисовать. Покрываете эту информацию тем, как неправильно рисовать. Что самое важное, не нужно смотреть на стиль, на все такое. Не надо искать, как скопировать стиль и все в этом роде. Мы смотрим на другую тему. Именно на то, как рисует человек. На то, как он использует мазки, светотени и все такое. То есть, мы смотрим не на сам рисунок, не на его составляющие, а на общую картину того, по какой схеме работает художник. То есть, если смотреть на то, как человек смешивает несочетаемые цвета, ваш мозг привыкнет к этому, и потом вы не будете понимать, как смешивать цвета. Это работает именно так, когда вы долго смотрите на подобное. Конечно, если вы просто взглянули на такое, у вас мозг резко не пломается. Но все равно, на долгосрок лучше окружить себя тем, что вас вдохновляет. Перейдем сразу к четвертому и пятому совету. Четвертый совет — это вдохновляться фотографиями, то есть подписаться на каких-то блогеров. Может быть, вам нравится рисовать природу или просто захотелось что-то конкретное нарисовать, вы подписывайтесь на тех, кто это фотографирует, снимает и так далее. И пятый совет — это рисовать то, что вам хочется рисовать сейчас. То есть, у меня такое было вот буквально недавно. Я словила выгорание, у меня ничего не получалось, но я увидела фотографии гор, сделала пару ючей с таким фоном, в принципе, порисовала фон с горами и все ко мне вернулось. То есть, мне дальше хочется рисовать и все такое. И шестой совет — участвуйте во всяких челленджах, ну если вам это интересно, конечно же. Это тоже прокачивает ваш скилл, добавляет новые условия, новые интересности. Ну, собственно, это все советы, которые помогали мне в разные периоды времени. Надеюсь, они помогут вам. Спидпейн тоже подходит к концу и вы можете видеть, как получился этот арт, который я нарисовал буквально на днях. За бесплатно, кстати. И чтобы не пропускать такие халявки, подписывайтесь на мою группу в ВК. Все ссылки в описании. И обращение лично к хозяину этого замечательного коня. Это очень мило, что мой арт пошел вам на аватарку. Спасибо, мне это очень приятно. Всем удачи в рисовании и пока. А стоп, погодите. Немного фейлов в записи звука. Потому что говорить какой-то текст без остановки — это очень и очень сложно. И получается вот так. В таком случае я реально вам по... Понятно. И первый... Какой первый? Второй? И получается, когда вы еще новичок, но видите и хотите видеть картинку. Чего? Сейчас. Сейчас переговорю заново. В принципе, концы... Чего? А потом-то занимай... Ясно. Но со временем я научилась с этим бороться. И сейчас я... Сейчас, да. Ну, сейчас. Дайте мне нормальный голос отойти, что уже устали, голова ваша устала, у вас уже, не знаю, есть симптомы усталости. Чего я говорю?